Корреспондент Михаил Комодовский, он с нами на прямой связи из Вашингтона. Михаил, здравствуйте. Денис, Ксения, приветствую. Действительно, в соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, государственный секретарь США Энтони Блинкин санкционировал предоставление 41-го по счету с момента полномасштабного вторжения, начала полномасштабного вторжения России в Украину, пакета вооружений для Украины из запасов Пентагона. Здесь следует пояснить, что помощь для Украины из Соединенных Штатов выделяют по двум схемам. Первая – это из запасов Пентагона. В этом случае вооружение попадает на поле боя в Украине в считанные сроки. Насколько это возможно, насколько быстро это возможно. Ну а второй способ – это когда Соединенные Штаты делают госзаказ у производителей оружия здесь в США, проходит определенное время для его изготовления. После этого это оборудование попадает в Украину. Но здесь речь идет о неделях, месяцах и даже нескольких месяцах для того, чтобы, собственно, можно было удовлетворить этот запрос. И в рамках этого 41-го пакета будет предоставлено американское оружие и оборудование, как вы правильно сказали, на сумму в 500 миллионов долларов. Я процитирую. Этот пакет помощи в сфере безопасности поддержит нынешние контрнаступательные операции Украины с помощью оборудования, непосредственно отвечающего потребностям Киева на поле боя сегодня. Об этом говорится в заявлении Энтони Блинкина, опубликованном Госдепартаментом. Пакет помощи, если посмотреть у него в пункты, которые включены в этот транш, включает в себя бронемашины Брэдли и Страйкер, дополнительные боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противотанковое оружие, противорадиолокационное оборудование, в частности ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы и другие необходимые ресурсы для повышения боеспособности украинских сил на поле боя, помощи в возвращении суверенной территории Украины и защиты своих граждан. Это тоже была цитата из этого заявления. В Белом доме заявили, что как раз это военное оборудование поможет вооруженным силам Украины в происходящем сейчас контрнаступлении. Давайте послушаем. Мы хотим продолжать доносить одну очень важную вещь, что решительно поддерживаем Украину. Выделяем очередной пакет военной помощи, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Президент США говорил с президентом Украины в воскресенье, чтобы напрямую подтвердить это. В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки в свою очередь заявили, что министр обороны Остин во время своих встреч и переговоров подчеркивает постоянно, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки остается неизменной. И это остается в центре внимания американского правительства. Об этом заявил представитель Пентагона Райдер. Ну а советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан накануне обсудил события в России и в Украине со своим турецким коллегой, главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем. Об этом сообщил Белый дом. Я напомню, что Салливан также принимал участие в переговорах в Копенгагене на прошлых выходных, когда в датской столице собрались представители Советов по нацбезопасности различных стран, в том числе стран БРИКС. И эта встреча состоялась под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, обсуждали 10 пунктов президента Зеленского по достижению мира. Но что касается вот этих переговоров с турецким коллегой, то в сообщении говорится, что Салливан также обсудил подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, который начнется буквально через несколько недель. Коллеги? Михаил, спасибо вам. Напомним, что с нами на прямой связи из Вашингтона был корреспондент Михаил Комодовский.